Так, всем привет народ, всем продолжаем проходить Нокс. Войди в могилу славы, парень. Мы должны знать, там ли Хикуба. Я думаю, что мы можем подружиться, если ты что-нибудь у меня купишь. Смотрю, что у тебя есть. Тонико исцеления. Тонико исцеления. Конечно, с бафом, но хер его знает. Ладно, пока ничего не будем покупать. Тонико исцеления. Кто там ходит? Ах, мы, блядь, проведение! Хуяще! Ах, мы, блядь, 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 блядь! Заходи на меня! Ах, мы, блядь, блядь! Блядь, блядь! Отдай, блядь! О, блядь! Что это мы подобрали? Хороший плащ Почему бы и нет? Хороший Тут так сразу не поймёшь где тут секретные стенки, если они есть вообще. Хороший плащ Хороший плащ Хороший плащ Хороший плащ Четвёртая глава уже Да, шлем всё по подземелям Хороший кожаный шлем Хороший шлем, только вот Стран Только вот кожаный Да Хотя у меня неплохой шлем, но у меня еда пчелы, я правда не знаю, что он мне толком даётся А чё там, кстати, по сюжету, я вот просто сюжет ну вообще не помню По сюжету вообще чё-то пока не очень понятно, сперва она нас подбивает вступить в орден каких-то там рыцарей на защиту, короче, потом сейчас нас вообще в какую-то могилу послали там кого-то найти, не знаю живого или мёртвого даже Ага Я просто помню это вот начало хорошо помню, что его засосало из артефакта Ага Этот артефакт нужен кай колдуне И в конце там, собственно говоря, босс-файт Ага С колдуней с этой же Ну, видимо тут между этим всё ничего особенного Тут в кое-то веки можно теперь Видите, шмонать Гробы Гробы А почему до этого не даже? Не знаю Ну тут какие-то особенности только маленькие Яблоки Во все дела В гробнице Гробница Гробница И его бочками в них яблоки Вот Уже одна эфира, которой ни хрена леять не смогу Так В еще одна эфира, которая ни хрена леять не смогу щит выпало то думал не послышал здесь физика прикольно на полу лежит он двигаешь его там вот это и грузделом ой кто такой волк правда это от создателей и теперь он даун и регенегейт это команда конкурент и они еще дивну сделали дюну 2100 и вот последних играть собственно говоря но кс-про они решили вот у них первая игра тут нету страниц на кипеть а вторая игра это blade runner это квест я сам у них вот по дюнам игр 3 юно 2 дюна 2000 и emperor battle of dune а я в дебе холдер у них текает еще ролевая две части а я на бихо удац land of floor есть еще у них какая-то непонятная позициях игры данный мастер legend of кайрандия кустовая трилогия подожди может это как раз какие-то самая игра которая столько лет искал так что сейчас фантастическом корресе кирандии король вилям нету есть игра которая очень давно ищу но не знаю что это за игра там тоже квест был такой старенький где-то надо годов сначала девяностых пиксельная там что-то вокруг путешествия во времени очень много завязан еще напомню озвучено было на русском языке может конечно какой-нибудь электро лекарств но теперь можете двигаться как проворная мышь ловкая прогулка по ловушкам а этот читают короче по поводу класса тут теперь как и квест по идее другой изначально но задание которым сереть ну вот я читаю что в компания воина так как корабля высаживает джека вблизи дан мир крепости воинов советом найти глав командующего и учиться пути воина что получить необходимое поручиться джек у меня задание инженера герхарда а не представляешь собой нечто среднее между полосы препятствий и лабиринтов монстрами герой получает свое первое задание в статусе война найти и вызвали того же герхарда приорача с этим занимаешься так сейчас скажу точнее но по-моему герхарда его мне надо найти гробницу доблести по следам хикубы какой-то то есть локации за каждый класс все-таки разные так ну нет локация та же самая ну по крайней мере начальная беременность я читаю что типа вот эти вот этот квест который платить туда в главнокомандующий это короче вот начальные эти квесты грубо говоря разные для каждого по ходу классы вот допустим за чародея игрок начинает путь около деревни и чек должен найти мастер чародея алдына старого друга капитана подравшись в деревню персонаж видишь как некроман призывает гигантского паука которого убегает местных жителей в том числе страдающего арахнофобия мэра теогрина встретив алдвина джек учится околдовывать участок и вызволяет теогрина после чего мастер чародей направляет героев шахты манны расположен заполненный монстрами выручив показавшись западных шахтеров и восстановить всяким образом поставки манны за голову встречается с капитаном на перекрестке дальше вот какой-то более сюжетный они это так как чародея а теперь начало компании мага джек высаживается и компания воин чародей и маг но за 3 класса последний за мага джек высаживается недалеко от жилища архимага хору хорвата встретив героя архимаг отправляет его на поиск своего ученика в перелогу урчинов это народа этих мелких джек находит ученика но просто сильно ранен и успевает только рассказать о нападении некромантов хорварт или хорват берет джека ученики и поручает землянину найти подземную библиотеку башку и люди и замка голова для артефакта книгу с обвинением бла 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 однако библиотеке джек становится свидетелем похищения книги из обвинения некромантом и спускается в погоню в конце концов догоняя некромана тот вызывает мага на бой но проваливается в ловушку гибни джек забирает книгу получает от архивариуса амулет ясности и относит их хорвату и отправляет ученика на новое задание забрать у друга архимага архимика страуса амулет телепортации джека обнаруживает что дом страуса на разгромле сам он убит амулет похищен выбрав вырвавшись из засады разгонников маг находит с логово и возвращает муллет либо дожили ты ведь я сейчас весь сюжет грубо говоря рассказал по ходу позже тут еще есть общее задание более бесстрашие налет фондров на деревню брин алибадра урушающего сердца нокса роковой зверь путешествие через мрачное болото земля мертвых концовки а тут и финалы зависит от класса твоего где и с кем ты будешь драться судя по всему что это джек мауэр а со мной персонажи и с кем ты будешь драться с кем ты будешь драться с кем ты будешь драться с кем ты будешь наши игры землянина 20 века ничем не выдающийся молодой человек же я стреллюсь своей девушкой по имени тина смотрит рестлинг работает автослесарем скобочках можно закрытыми глазами перебрать двигатель chevrolet 350 случайно оказывается затянутым в ног с вместе со сферой которая стояла на его телевизоре и становится спасителем а вот как ее зовут гекуба которая это с длинными ногами королева дико декроманта блины причем походу об этом всем писала что в инсталлере у меня фаргусовский стойлер был и там тоже тебе скриншоты там по ходу предыстория описалась у этого мира но фаргус ну или кто это переводил там неизвестно фаргус наш чистый грубая как-то издатель так сказать очень-то много кого нанимали там команду перевозчиков это все и там это все писалось там рядом со скриншотами артами вот это его гекубой с откровенно длинными ногами стиль про лечки все блять было на английском не прочитать было тогда а вот собственно скриншот этого инсталлера а это походу этот оригинальный инсталлят как с лицей дяди его с обложек опять же металл групп любили в японии во время скину в чат в отличие да у меня булава на скорых сломается в кастрюме мне тогда лучше учит там картинка такая такая то хотел а то сейчас я одну крюс дядь лучше у у у у у Ну, со скелетов ничего путного вообще не выпадает. Так, ну, предмет тут ломается, да, предмет. Забавно, он за паром бьет, у него урон гораздо больше, но тем не менее он не отбивает врагов назад. Ну, тут есть вообще такая механика, что отбивается назадчик ходу. Ну, вот я по скелетам бил мечом, а они назад отлетали от удара. А от топора мне отлетают. Интересно. Дальше. Ну, вот, вот, все, ну, вот. И пухуем. Сейчас что-то, наверное, страшное тут будет. Что-то стрим на ютубе умер. Опять? Ну да. На твиче идет? Сейчас смотрю, на твиче загрязну. Да, на твиче есть, нормально. Ну, значит, опять тв... В чат картинку. В чат картинку тебя скибал. Ага. Да-да, безможные зомби! Ну я сейчас на весь экран играю, поэтому мне не понравилось. Вы будете подчиняться только мне! Вон какая-то Хякуба как раз. Вот про нее ты рассказывал? Да-да-да. Зомби... Что? Идиоты! Я ваша повелительница! Черт! Отель. Я тебя мил на брод... Что она какая-то такой слица... Якуба, знай, за нами следят глаза человека. Как человек проник сюда незамеченным! Украсть мой шар? Никогда! Ты умрешь здесь! А, это кассена с микромантом? Украсть мой шар. Тебе я хуй получаю служить хикуде, человек. Но сперва ты должен умереть. Нихуя себе! Не впервые оказался в долине, и тебе не у... Почему он меня ваншотнул? Какого хуя? Да-да, безмозглые зомби! Что? Идиоты, я вас... Якуба, знай! Как человек? Тебе выпало честь службы! Ну, она вообще видишь такой. Комедийный немного персонажей пришли. Там в этом начальном ролике сейчас было, где вот там вот заклинание читается. И там свечка такая подушла. Спичка достала, тут же нахуй. Ооо! 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 Так, ну его можно и за дверью уебывать. Ооо! 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 может когда я близко к нему побежать когда он стреляет прям попрямих вот это вот стрелы самонаводящий сейчас терпим блядский картер а может быть тебе и удастся остановить меня но тебе не покинуть этот склеп живым до свидания не покинуть склеп живым говоришь посмотрим а вот это вот снизу экрана там какие то руль нарисованы что это это магия вот эта вот которая мне за сколько-то уровней там или каждый уровень дается что-то такое удар берсеркера воинственный крик и легкая пост короче обилки да ну да мага там соответственно ну я по крайней мере помню точно там исцеление я получал так чё мне выпал то плохой железный был оват лени Не могу вспомнить, как по игре такое было. Какое-то охерительное ёба-оружие находишь просто, которое всех ланшотает, но суть в том, что она нам настолько хрупкая, что она одноразовая. То есть один удар, и всё, она в руках у тебя расступается. Но любого противника может ланшотать. То есть его с собой до последнего босса надо везти. Да, да, да. Борчов, я об этом узнал так поздно, и я так поднялся по рядовой, типа, противник, типа, условно, скелет какой-то подбегает, и я так, бум, всё, понятно, что я как-то кончил, и думаю, блин, блин, я как-то... Потом я узнал, что там можно его до финального босса донести, там, просто одним ударом его убить. Забавно. Так, мне любопытно, у меня слишком... Ну, у меня уже место кончилось под всякое говно. Но... Могу ли я как-то переместиться, или что-нибудь такое, я не знаю. Да мне как-то даже, я не знаю, но вряд ли. Очень не знаю. А чё ты там носишь, что все эти четы, зачем они тебе нужны? Ну, загнать потом торговцу. Мне нравится, как-то, говорит, маяки тут пупы выходят, такие, говорит, что вам надо. Поставьте меня в атаку. Что вам надо? Поставьте меня в атаку. В то время довольно-таки... Любопытная штука. Я так не припомню ещё игру. Такое обыгрывали. Единственное, что я с того времён помню, где была разрушаемость, хоть такая условная, это Red Faction 1. А, ну это да, она до сих пор... Там это главная фишка. Ну, главная фишка игры, по сути, была. Так, почему-то я щитов больше, видимо, не могу найти. Остальные предметы подбираются. Там, наверное, тут у тебя 9 щитов пошли. Не, они в разные слоты бандуются. Вот, сейчас мы ищем. О, железный круглый щит антиударов. Наденем его. Станцы ещё. Цепные леггинсы. главный персонаж от амуниции какого-то монгола что-то этот кулак завид бери зомби от которых там лежит золотой паута клещ себе продвинулся шума фишка щас щиты поднимаешь нечего это не щиты это мясо ну я так понял тут есть вес именно определенный за которую уже не зайдешь сиренную ловушку придумал стиле супер варен 3 лак какой-то с него падает таким звуком как будто вот и золотой ключ как раз а так он живой еще он что-то вставать не хотел что он там легкому массаж делают бля ему похуй вообще я думаю что такое полежал под квотом нечего обалдет скелетов он ваншота это эти че то не умирают или умер щас посмотрим мне кажется нет может их только сжечь можно как раз подсказка была той некроматке она их сжигала тоже видимо обычным оружием их только глушить можно подсказать какое твари очень повезло что у меня дубина выпал тлеющая и призраки погоняются а да там можно найти еще да там нехиле помню даже там тренер был ну игровой который давал все эти бесконечные мечи забавный щитец но я не знаю от антиудар наверно более полезен приведение блядь с мотором прийти начало по люди вся это отголоски охотник ってる потом вы выдает но все Соседа второго все-таки добью, потому что там потом Age of Mythology хочу, а она надолго, поэтому сосед не заберем ей и поехали. Второго, соседа. А чё сила-то на тебя халфана прошла? Хм. Сейчас. Так. Ни хуй динча, что ли. Света флоу тут. Принципе тотал от автокарты. Не стоит ей прессовать. Мне кажется, что это странная перспектива. Прямо. И не изометрия, и не top down. Я не понял. Я был, по-моему, первым такой же фото, которая может быть перспективом. Не по-моему, там всё-таки более изометрические и пукой. Но она не в 3д, потому что была всё-таки. где был не диабло это вот изометрия да тут ровные тюмпы ты заметил . я подумала я подвал уже по-моему что 3d модельки туда-то 3d по-любому ну первое второй я был там пункт уже 3d потому что я помню там даже дома крутить вот он зашел на википедию категории капитал игры с эзотической графикой ведь фампайер кстати и эйджов пола же тоже изометрические баннер сага гости он внезапно цивилизация первое второе третье диабло диабло 2 диабло халпайер и сайплс 2 и видите оригинал пола утра стиль всем как указан как палал тактикс а частыми не заметим мартал комбат мифологи саб-зиро да ну это ни разу не изометрия в каких пор это была изометрия ва чё пингвин а это же та игра в которой этот на отаре ягуар еще который нерд самокирио с ним про пингвинов мутантов с инопланетянами и саби и гребленными и битами пидорсов ретернити сим-сити сим-си плэнскейп тормин 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 это новой зелометрии был я вообще про нем ничего не помню да ну да 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 а как пал другие рок-н-ролл рейсинг Варусовский охранник склепов. Что? Спайра разве была? Я думала она как сайдкроллер такая. А она не всегда была. Не, ну не надо, ну не стукай, ну не надо, ну не стукай. Страйв 2001, изометрия. А, это все геймбой версии. Ужас. Так, с него целый сет ебанулся. Ты кого там убил? Да варвара какого-то полного. Вархаммер Чаус Бейб. Что это? Экшн РПГ, хакен слэш. А, так она недавняя еще оказалась. Ну-ка. Ужас. Ужас. Так. Моргеншерная. Хороший бронзовый и длинный меч огня. Я зашел в стимул. Эджек мифологер. Она продается. XCADD Edition некая. Ага. За 500 рублей. Да, это ремастер который был. А ремастер был, да? Там еще DLC выходило. Который никому не понравился. Новый раз и Китая, короче. Ну вот, что-то. Age of Nefologist X plus Tale of the Dragon. Да, Tale of the Dragon. Ну, видимо, она есть. Ну, я в нее так пошпилил, но да. Она сделана халтурник, примерно. На фоне оттуда. Ну, тут недавние обзоры крайне положительные. Общие обзоры очень положительные. Что, честно. Ну, это, наверное, в целом на игру. Ну, если DLC считать, то там. Не, ну, не DLC, но на Metacritic у игры 66. Спасибо. Ну понятно какие-то обзоры. Алды набежали. Не-не, все говорят, алды набежали и себя распускают. Слушки хотели, что команда, которая там у Microsoft занимается стратегиями, хотели бы новой Age of mythology заняться. Не знаю, когда у них руки дойдут. Так, не знаю, сейчас стратегии в наше время делать. Ну, вот в этом году их прям дохерища выйдет. Мне кажется, жанр уже потихоньку умер. Он просто более узко специализированный на фоне всех вот этих вот королевских битв. Там штанов командных, дотанов и прочего, да. Он потеряется на их фоне. Ну, у людей, которые хотят в них играть, как-то еще более-менее нормальное количество. Ну, не знаю, я последнюю. Из громко нашумевших RTS, это, наверное, был этот... Прост панк, что ли? Да, прост панк. А-а-а. Хятентайм. Я пока выходил. Как? Хятентайм. Это какая? Что-то просто плохо помню. Чё это? Ну, это... Чё ты может видеть? Эти гифки такие там, где типа это... В шляпе-цилиндре такая девочка зарисованная танцует, типа. Витчура. Она такая мультяшная, типа, Адвитчура. Платформер. А-а. Может, уходил он, да. Ну вот, я смотрю, да. Я думал, она только там на всяких Nintendo, наверно. Ну, знаешь, очень редко что-то прям выходит прямо на Nintendo из платформеров. Если не сама Nintendo их делает. Это скорее порты там уже с ПК. Ну, да. Я просто зашёл вот. Скидки смотрю ещё вот здесь. У тебя Switch-то есть? Не, я в Steam, в Steam зашёл. А-а. Ух ты. Что, блин? Уже какая херня. Появильно почему она какая херня, у меня уже... Блядь, когда же это подземелье кончится? У меня уже всё оружие сейчас поломает, уже еды такие. Ух ты. Ух ты. Ух ты. там вообще какая-то жопа наступает ну там сложновато по крайней мере для меня было под конец игры а вот еще эта игра которая ухты обзоры самому отрицательный сейчас чуть не живешь так вот игра sky redix этот left life там еще этот художник который как джек балансный что не живешь так вот она вообще не оптимизирована да еще есть там вставлять желательно лучше у нас пока я смотрел обзор я смотрю скриншоты выглядит интересно по крайней мере то я щас продаю а подожди ни хера ее дают тысячи продают ни хера я еще зашел в эту страницу а обзор мечтай меня отпугнуло не то чтобы типа графон плохой там описывать куда то все нет не махровая клюква и развесистая русофобия а отсутствие локализации страт и таписи наломанного русского на стенах найти но это дело говорит я на это все закрыл глаза меня больше всего покровило что первый лук который дошел в игре это вот и чего-то круг показал альбус руководки я никогда не рефандил игры и вот встал твой час чудесная возможность некоторые игры раскрываясь только на третьем прохождении другие в принципе проходит в часов за 200 высоты поделкой все понятно с первой листики видать совсем то может быть они уж совсем предвзято со стороны увидели с 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 steam green light вообще жесть говна стук на уху за прошлый год 4000 причем steam green light закрыли как таковой подруга у них система теперь она добавляет короче по моему даже не слова 300 он 300 нужно баксов и шайда ну на что-то все эти пазлы блять порношные тоже покупает да кто-то хентай херов вот кстати сразу же фаспанк вылез ассасинскрипт хрониклс наш что ли а ну ты по моему там были китай и в россии ассасинскрипт там а это синдикат он как-то назывался или что-то такое короче это просто хрониклс чё-то там такой 1954 alcatraz самым известный через они сняли на письме здесь задержали самым бабла блат . это игра и качает обзор видимо такой-то квест как утолка его примерно just shape and beat лейтгейт оба бурские 2 блэд гей room free 5 кота класс ты ломка тайна инди приключения начали сделали потом еще яркий дарсов фильме зачем вы мне даете дарс что похож я тут думаю откуда у меня этот left alive высветился это игромания как куратор я подписывал не рекомендую с вами папе гана на тихо писаться нахер какой туман молнии хуярит боженька алпатин какой горботы это ты все в том же подземелье и тут заработал честь через огонь пролетаешь на как так штаны специальные не пригораемы да не наверно уже слишком жирные что мы еще один будет по-моему а как ты веквентарь наладишь чтобы полечиться а там вам что-то по-другому справа внизу под руками написано там же барсаке есть можно попробовать тыща очков опыта он не с него выпал кожаные ботинки анти удар залат мага шлем мага в теории от все можно с собой забрать потому что он будет покруче чем так очень говно из мечей которые я собрал на эту подорогу наверно интересно как они со стакать эти вещи чтобы они разлетелись по собственному возможно даже можно игру таким образом поломать там тоже читаю в этот скидывал дом свой скупленный ну там не сундук юбра просто на пол скидывал там всякие вещи и со временем накопилось дихера всего в итоге это урацы после моего дома или в моем доме короче был фатальный двигатель если ты заходишь со салу игра падает ну наконец то мы выбрались сэр помогите нам борьбе против огров они похитили мою сестру глинду пожалуйста спросите ее я обещаю награду ее уже выебали наверное поторопись а то огры съедят наших женщин съедят наших женщин блять чувак они их будут не есть наконец то ты стал поистине великим и отважным воином и теперь я поручаю тебе сверх важное задание для того чтобы узнать достоин ли ты владеть оружием для борьбы со злой королевой огры напали на деревню брим и похитили женщин самое ценное что было умеет это просто ужасно ты единственный кто может проникнуть во владение огров грок тор наказать этих монстров и вернуть женщин обратно целыми и невредимыми новая запись в твоем дневнике так поторопись пока глинду не съели нет торгаша они глину какую-то съели там ну ладно они в юбках они может сами женщины и глину все и а но так и все он и Пожалуй, Брин. Что ты будешь искать? Наверное, грацующий Апони. Там у тебя Гандальский назначил встречу. Мне интересно, этот Брин типа... Вражеский или свой? Потому что если вражеский, то, блядь, пиздец. Торгаши. Это же деревня их. Которые напали. Тут одни трупы. И мощи летают с этим говном на марку. Так. Золото. Пиздец тут. Махачится. Ща отбиваешь. Тут еще, оказывается, сетевая игра была. Ну да. И она до сих пор есть, судя по... Форму. Ну, про трекер, где я ее скачивал. Как-то можно в нее поиграть. Ну тут типа... Это была тихая деревенька, пока сюда не пришел. Огр. И в виде ПВЕ что-то такое. Наконец-то я дошел до Торгаша. Так, сперва надо починить. Хуёво тут починка стоит. Починить надо, потому что... Мало ли, может пригодится. Читая, правда, миссию. Угу. Тут, это... Если бы, допустим, ты был бы там за волшебником, у тебя ебучка. Там бы тебе не капитан, там другой человек выдавал. По-другому кое-что сделаешь. Ага. Я насколько помню, ты там, вроде как, посох какой-то. Собираешь фигуру. В домах? Нет, вообще. Какой-то мужик зашел в магазин. А вот вернулся. Передумал. Вот опять. Вот опять. Пьяный может. Чё он с палкой ходит? Пьяный. Слабый железный. А этот у нас... Неплохой железный. Значит, этот... продаем. Пьяный. Не знаю, есть ли возможность назад вернуться, наверное, уже нет. Я бы там ещё за лотом бы сбегал. Собирал. А... А зачем тебе деньги тут собрался? Домик покупать что-то? Ну, тут, блин, починка довольно дорогая, и мало ли ещё что-нибудь купить захочется там, шмоток. Как бы деньги лишними не бывают. За редким исключением, где игра, в которой там деньги постоянно валятся, а покупать нечего, блин. Я вспоминаю, как это было. В Fallout New Vegas играл. Дополнение там в Sierra Madre казино. Там уже в конце добираешься до этого. До хранилища. Неглавное сокровище. А там золотые скидки лежат. Один золотой скидок, типа, грубо говоря, 9 тысяч крышечек. Ага. То есть, нормально. Ага. И... Ну, и весит он, естественно, до хера. А ты там пока уже, это... Ну, наглутался, там нормально этого всё уже, и как бы... И там такая дилемма лютая. Не знаешь, что выкинуть, что оставить, что вести. Либо ничего не брать, но выйти с лутом, грубо говоря, либо выйти голдом, но с золотом. Ага. Ну, и тоже там, тоже свои подводные камни есть. Там, допустим... Ну, мало кто там на Сустуше. У тебя, может, цену скидок купить, потому что, ну, ни у кого не будет столько денег. Там приходится изворачиваться с этой темой. Прикольно они придуманы. Ну, в Skyrim тоже у торгашей постоянно бабла нет, в принципе. Впихнуть нечего. Какие-то они там синищеброды. Ну, там обычно как ты делаешь? Ты у них набираешь, что тебе надо. И, грубо говоря, своих же денег, которые у них появляются, ты продаешь обратно. То есть, грубо говоря, деньги... Ну, остаются под тебе же. Угу. Да, короче, и... Ну, и ладно, да. Не можно было все, в принципе, купить кого-то. Вот, когда я вышла, началось свистопляс. Там надо отдельно покупать всякие ресурсы. Типа древесина, там, стекло, чтобы... Да, да, да. Чтобы детали там что-то брать. Ну, деньги вроде есть, но, бля, деньги купить... Это было тихо, деньги купить. Куда же, где-то тихо, где-то кругом игрок. Это самок, наверное, стекло там лютый. Да, мне очень понравилась эта логика Bethesda. У нас багов много. Но это бывает так, что даже косты типа не сдать. Поэтому мы убрали функцию того, что если ты прописываешь в консоли что-то, мы будем банить вам ачивки типа. Так что вот так вот. Типа вместо того, чтобы справлять баги, они типа разрешили ну ачивкам нашли в консоли. Короче, ты можешь там через консоль себе все ачивки убить. Я это потом... Да. Я это потом узнал только, когда уже там под конец, бля, есть. Бл***ь. Ну да, у них постоянно там то задание ломается, то еще... Ой, хуйня. Вот по лавке Вегас там у них... Эту историю с этими... Какого... С войной гражданской вообще там, блядь, не пофиксили до сих пор. Ее советуют после всех заданий уже проходить там вот так. Что здесь то? Ну где-то либо за имперцев, на стороне имперцев... Да. Ну да-да-да. Ооо... Самые багнутые у них задания. Я честно ходил, выполнял эти ачивки с ебущей там вот... Самые ебанутые вот... Квесты типа, 24 камни тут, из короны это собрать. А, да. Там, как бы, оно прикольно, что там, по сути, эти камни можно ходить. В каждом, типа, основном или около, основном Квесте. Но ты об этом узнаешь, только когда уже ты прошел давным-долго и тут, типа... Ну... И ты, когда уже там, ну, погаим, еще раз возвращаешься. Типа, ты, где он находится очередной камень. Ты, господи, знаешь, блядь, такая, чтоб был, типа, блядь, тогда надо приглашать. Да, да, да. Ну, поэтому я... Что ты говоришь? Ты разберешься с Огром? Хорошо. Желаю тебе удачи. Рано или поздно кто-то должен сделать это. Пейл, короче, минимальный был. Я помню, с какими-то модами играл, и там в одном месте их сразу все они лежали. Но почему-то оно в заданиях не засчитывалось, когда их подбирал. А там мало того, что еще это задание, там, на ранних этапах, когда эта игра валидность там вышла. Я играл, но боговая валюта, короче, не там, можно было уже тут позабить, потому что ты ее не проедешь, потому что я там на забаках. Ты камень взял, но он где не пометится, потому что ты его взял. Ну, типа, вот. Потом уже позже, когда там они и патчи выпустили, это в году-то, в шестнадцатом, наверное, я там играл. А? Огры похитили волшебный плащ мой вотца, помогите, сэр. Огры пошли к доку, вы достанете его нам. Ну, вот, да, добрый. Плащ отца какого-то. Ну, вот, два года назад я играл в Skyrim. И сюда я его выполнил. У меня осталось 15 достижений, это три из этого. Из дополнения про вампиров, я что-то так играл, начал играть, и вот такое мне скучное показалось, что все забросило. Ну, я знаю, мне в принципе зашло. Ну, вот у меня тут все видео по главным квестам тут, ачивки. Просто с вампиркой мутить так нельзя в итоге. Учить пять драконов и полетать на них. А, салт стейм это еще, видимо, какое-то дополнение, да? Да, это когда ты в Моровинский остров приплываешь. А, вот и в него я еще не играл в плене. Ага. Поставь, чтобы туда пройти. Поставь, надо тоже неплохое довольно. Ну, вот мне вот, чисто сюжетные ачивки упали, какие-то делали. Больше не будет права на пакту. А что, ачивки такие диоские? Кордые родители, свои с ребенком. Забавно, что тут бочками с водой можно потушить, короче. А, ну да. Все вот бегают, ничего не делают, могли бы тушить бананы. Не собираешься искать здесь никого. Пробуй подвинуть бочку сначала к огню. Вот так можно поделать или нет. Ну, с водой бочку. Ну, я так и делал, она тушит. А, ну. Да, у нас паучьего яда. Хорошие бронзовые цепные леггинсы. Ну, вот цены тут конские, видишь? У меня хоть и 6600, но тут вон за 3700 там. 4300. А тут может быть еще такая дурацкая система, типа, цены подстраиваются по столько, сколько ты носишь в кармане. Да? Да. Нет, по-моему, все-таки они тут фиксированы. Ну, по классике ты покупаешь за 3000, а продаешь за 100 рублей. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, да. Все раздражают. Вот в этом было же в дополнение. Вон, Борм недавно играл уже в этот материйный район пост-пал 2. Ты не собираешься сказать здесь никого. Там уже, да. Миссия купить архитектную бумагу. Туалетную. Туалетную. И там цена конская реально. И она подстраивается по 100, сколько денег в инвентаре. Допустим, там наносишь ты, ну, допустим, 50 баксов. Приходишь в магаз, типа там стоит, типа, 70 баксов. То есть там, типа, на какой-то процент дороже всегда она оказывает. Там сколько бы денег вообще не было. Я помню, я еще не знал, когда первый раз проходил. Я там где-то в Толебанке ограбил это или что-то там я делал. У меня было дофига бабок-бабок, то есть где-то в тысячи девять. Я прихожу, сортирка стоит там девять семьсот. Я такой, чего, блядь. А я об этом не знал. Я такой, ну, у меня девять тысячи, а по-любому это будет легко. Я сейчас пойду и докуплю, ага, блядь. А что там по итогам-то я не помню просто. А там, короче, эээ... В смысле, как это пройти? Ну да, как ты его покупаешь, если она дороже постоянно? Ну, если она дороже, то там, это, хитрая тема. А там, это, надо повыренькому, это, котов лучше заранее собрать. И там, этот, чувак, котов скупает на мясо. Ага. И там можно повыренькому, там, что-то меньше минуты на, чтобы, этот, опять... Ну, там ты подходишь, там денег еще разжился. Подходишь, то, как только начинаешь с ним говорить, продавцов поек, цена резко вырастает, ну. И там надо это быстренько застрелить, котов продать, к нему подбирать, купить, то есть, ну ладно. Угу. Ну, или по классике там проникнуть, всех, кто стреляет, забрать. А, ну, второй вариант, конечно. Менее замороченный. Ну, там, я когда все ачивки в пост 3-2 выбивал, там, есть, вот, типа, купить туалет, то могу именно купить. Я специально заморачивался. Там еще ачивки в пост 3-2 такие забавные, что это... А, и, там, отсылки все сплошные, там, на фильмы, на мемы, там, что-то горные. Ну, вот, обычный какой-нибудь. Ну, вот, обычный какой-нибудь. Ну, вот, обычный какой-нибудь. Ну, вот, Мишон, Мишон, и, it got nothing on me, где, 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 где нарисованы это Мишон восходящих на лицо. Да. Суд ачивки, типа, воскресить зомби, ну, и сделать его своим, ну, слабое движение. Приспешникам. Ну, тут прям лучники шпарят. А? Ты не собираешься искать здесь никого. Ачивка, типа, ночной кошмар, Ребекки Блэк. И, на картинке, это, знаешь, эта песня, типа, Фрайдэй, она делает чё-то, здравствуй, песню, там, старый этот видос. Ну, может, слышал, не помню. Да, и тут вот, на картинке, как раз-таки, анайскейпа зарисованы, и сути чипки заключаются в том, что тебе надо взорвать 30 машин. А, вот. Это Дарт Молд. Тут, пожалуй, он нарисован, и сути чипки какие-то, разрезать 30 людей на пополам. Я клянусь, я не Марсел Волис. А, да. Убить десять человек, одетых в костюм, это уже мало. Ага. Ну, я ещё во втором посту, когда играл, сразу понял, к чему отсыл. Ну, да, да, да. Так, какой-то плащ Матильды мне выпал. Нас не забанит за него, стучи. Сейчас, сейчас она бежит. Хотя, погоди, они же все распустились, поэтому мы, пока, думаю, есть окно, бля. Хе-хе-хе. Пока говном не забросали. Да, да. Так, чё он даёт мне? Вон, вот, ачивка, страх, ненависть, выкури десять, прибавь здоровья и десять копипов. Видимо, это задание мне его отдать надо. Не одевается вообще. Прими это, как мою благодать. Дочастили эти, хочу картинки нарисовать, прикольно. Всего три цвета, минималистичненько так нарисовать. Этот лапрок снова в городе. Моя рожа тут, сфигант. О нет, я потерял все. Неудивительно, что на них угры напали. Так, я щас приду. Ага. ПОДПИШИСЬ нужно phenчтьсяCamа. ПОДПИШИСЬ приду. ПОДПИШИСЬ необходима! ПОДПИШИСЬ справедливо, неbanlas не нужны. ПОДПИШИСЬ! Ага! ПЛАДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Ага! ШУМ! Эй, это всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты не собираешься искать здесь никого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 ну а через сцены гораздо удобнее убивать в страны скидывать снега на пошире двери завалены все машина вскрылась у нас вообще все у нас тоже на снега на толком не было упадала немного сразу расставил 1 плюс 4 на улице вот туманский стану силу ворота локерина закрыта ворота спрытная все равно пытается атаковать что-то что-то я не сказал что-то не что-то не Идите сюда очкошники Остальные видимо вообще в лагерь убежали Ладно, придется через пещеру хуярить Тут у него еще и тут супер-херо лендинг такой постоянно Явы падает Был из камней такой круг выложен Я прошелся, все перебили Так, удар уже опять подкочился Интересно, если оно окончательно сломается, оно останется в инвентаре лещей? По идее, может она останется, но если она не пользуется, нельзя будет Почему? Ну это лучший вариант, если она совсем ищет Это, конечно, печаль Это, конечно, печаль О, чьи-то, вчера себе мишка Черный, чьи-то труханы охранял Средневековые брюки Батя, старье Явки такие-то стрёмные Да Они Не то чтобы они мне и в жизни нравились Ну да Не, есть еще вещь похожа пиявок А? Это, видел когда-нибудь рыбу Минога? Ну, Минога я знаю, я видел, но не в живую Ну, это тоже неприятная вещь, я хочу сказать Они тоже присасываются, что ли? Ну, так у них пасть точно такая же, как у пиявок, это круглая, с зубами Ну да, но они вроде к рыбам, вот это я говорю Ммм, могут и, это, человек просто смеяться Но, я слышал, что они, типа, вкусные очень Ну да, вроде их Типа едят Ну, на вид, она очень стрёмная Так вот Копaca Ну б石 Ну, их Ну, имя в амазонке еще эти уводятся кандиру которые которые не знаю кому придет в голову идея ссать без трусов не я слышал что она прям если даже с берега слышно что она может это по струе короче грубо говоря против потока вот так как это прям у меня челлендж будет у меня прямо флэшбэк такой неприятный, с Fallout New Vegas опять же там есть эти здоровенные кассадоры, мутирующие его сэнти кппсид гросса самая опасная вещь наверное там, которую можно встретить когда она такая-то, вы чувствуете небольшое головокружение где-то вот реально 15 минут ты ходишь и у тебя там колбасит тебя реальных 15 минут ты ходишь и у тебя колбасит после этого раят, быстрый, блин, ужасно о, хороший плащ исцеления понемногу, но регенит все-таки а это зеленый, это противоездили а это зеленый, это противоездили манну там это все было ради 70 манна по-моему только у мага падает ну понятно да тут еще эти камни стоят которые сидят и мне кажется у них можно ну не совсем считает из-за мага же не можешь использовать те же топоры то были мечи там все на маги абсолютно там бегать этих 9 пузырьков все в кармане на начало там бегал я просто всех посохом там лишь есть мака есть еще волшебник то есть мы страшное место трещи сетка я думал это какие-то люди набежали в робах и креская это ловушка какая-то механическая так я вижу там царапнул немножко но удивление ничего полезного особо но зелье тоже неплохо в теории там можно больше потерять чем приобрести а 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 в в а а а ф а а в в в в а С мясом, с яблоками. Ну. Так, видимо, с той стороны ещё один такой рычаг надо повернуть. Ну, как мы подкрыл уже. А там две решётки. Вот тут вторая решётка. Было бы здорово, если бы мне ещё ремонт на это дали. Навык чинить вещи. Я бы оценил. Ох, как тени пропидорасил. Эффекты. Эффекты. Нет. А всё верно. Могут. Зазор. Мясо таким звуком жрёт, как будто я не знаю, морковь ебашит. Кролик. Кролик. Как кто-нибудь есть, да? Мосящий цикл. Хруст. Ага. Кролик. А, раз. Как полу. Но первое небольшие. Формирует. Ай. Формирует. Спасибо зато, прормией. Ч esfuer میں, обязательно. Но спинь探 pegала. Капитан послал тебя спасать баб А у самого дирижа болезнь он мог просто подлететь как это побег из тюрьмы на вертолете устроить Так, ну коллизия уже не такой удобная, блядь, у меня туник щас ебанется, думаем У нас прекрасно Сколеты, походу, они лошадей съели, или что-нибудь так Ну да, ничем не брезгают Накрутили только басы Почему тут одни средневековые шмотки валяются? Ну ты тут, наверное, крестьянин Батюшник тут правее на годы вперед Слышь, может это мясо-то все-таки нежелатное? мне уже шуруп так, мы больше внизу, видимо, делать нечего казематы какие скорпионов, медведей, зерк машины по выходным арену устраивают может есть ну или это питомцы попускал уродов может у них это, стрелка не включена в лесу сборящий мост чтобы ритуалы проводить чтобы древние боги не восстали ну или банально на мясо ну кто будет скорпиона то на мясо держать ну не знаю, может среди них типа баргриллс какой-нибудь есть ну или они там научились приготовить скорпиона ты же не пробовал вдруг на самом деле но как чипсы как курица ага на вкус ага ага это щас ты на керрице не стоял хе не аж никто не ожидал что потом дружить хахах просто из очка вылись они наверно туда ходили а а зачем мне интересно по два по четыре камня зараза ну может быстрее там если с одних стоишь то медленно нормально с двумя пласты вот а а а а а а а развалилась на части моя туника то есть она одноразовая да? ну видимо да потому что я ее уже не вижу тут туника хуёво что я могу сказать хуёво я не знаю что я это не знаю что я могу сказать а 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 там там в ней работал там она запачкалась сначала зацепился там кусочек надорвался просто по плечу так похлопал ну ладно гердовой там это просто хлеба так развалилась с оружием очень важно огонь и воду проходишь где ракуна рвется там прям что-то место крыша стала древняя история как это чувака была черепашка как питомец я дожду он домой поздно возвращался с робота перепашка ползала и настряла крестерина стуга а вот мне последний дально это не починка гарпун какой-то я могу их притягивать к себе и пиздить а вот эти все остальные что делают ну я же говорил на удар берсерки просто впадаю в эту херню и больше урона наношу воинственный крик я так и не понял на чем влияет какие бафы дает легкая поступь это я могу ловушки миновать не активирую их например глаз волка это я вижу всякие вещи которые валяются вокруг ну как подсветка типа ну вот кстати за тунику можно предвидеть этим балором которые там пасутся с вас спасал давайте шейте новую с нуля потому что моя пасутся и теперь должен быть накатан а вот это для тебя блять ты чувак это как его терешься дери себя блять а он еще такое это вроде такой здоровый монстр говорит вы были источником проблем интеллигент к тебе подходит так все-таки судя по этой картинке что тебя зажали это все-таки не говядина была и даже не свинина так ключ сапфир блин а что он где-то тут валяется потому что это что-то прямо дикое и больше все раздражает то что я ничего блин починить купить не могу не брали как не вернуться побыстрее ты причинил много неприятностей и обозрений и блять интеллигент мы были источником проблем теперь мы должны умирить и блять 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 в пон Какие-то хуйни Айди туда, все, передумали, да? Очкошеньки Да стой ты, господи, блядь Еще звук такой, дынь, дынь, у меня холодно, а порой Попасть не могу, это не могу О, это может быть интересно Так, у меня уже штанцы, блядь Не надо срочно, блядь, все, ремонтировать Иначе я вообще с голой жопой остановлюсь Фильм, я на грань будущего, говорит, ты бы хоть оделся У меня такой, в скелетах там один такой, в труселях в одних возьмал, в скелете такой стоит Эта туника тебя хибила, которая поломалась? Эта, нет, у меня плащ хибила Туника просто полностью броня дает Все, вот эти огры передумали драться с высокой Эх, мораль упала Ни хера себе их отбалла Свери отдыхали, мне вошел, человек вообще начинает Блин, у этого оружия очень... Долгий промежуток между урдарами Медленная кача Продолжение следует... а лук откуда появлялся из бочки что? съели грипп это оставил горький вкус на губах и вы почувствовали головокружение зачем убежать тогда? ну это чтобы треповать наверно а вот идентифицировать это вот узнать число брони прочность он вес показывает пиздец назвать тоже мы так придется наверно снять штанцы и шлем от греха такой этот угры такие смотрят говорит вон тот парень только что убил всех наших человек считает этого командира причем он там делает говорит он снимает штаны разбегаемся он говорит совсем конченый поехали отсюда вон баба отдыхала угры на них смотрят даже внимания не обращают смотри как они заворожны я вот он засмотрелся никто злокое что угодно могут это угрожить балет такой я не имею кур не сушит, не понимаю, что не то, а там постоянно туда-сюда бегают я говорю, пасул нет может им нужно ну да, подножный корм есть что еще надо нужно найти выход отсюда ой бля их еще провожать надо вы его бдаль что они говорят спасибо за помощь нужно найти выход отсюда через главные ворота у тебя его нора было сначала все зачасти тут ну я так вроде зачистил ну а это они красные точки половина из них запуталась в этом ринге у меня дальше забор долго не выходили у них сразу фрустрация это как это эти глухи в банке ага типо они если там долго просидят то они не могут отрыгнуть большее высота этой банки побег шаушенко можешь побег с курятника ха 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 я в порядке прокурятник я тоже слышу ха 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 хо ха интересно мне их надо ожидать или они сами там переместятся потому что одна турист contract как беременная я бы подождал бы ну че она там бязь сука Жители Брима тебе очень благодарны, но нельзя терять времени. Нужно остановить эту Хикубу. Теперь я уверен, что могу сообщить тебе мое настоящее имя. Мое имя Жандор. Да, это именно я руководил этими отважными сынами Нокса в сражении в долине. Теми, кто наверное уже снова воскрес из мертвых. Но мы можем остановить ее. У Нокса осталась одна единственная надежда. Посох Ярости. Давным-давно из-за того, что этот посох обладал великой силой, он был разделен на части, которые были доставлены в разные части Нокса. Теперь же вы должны найти его первую часть. Алибарду Хорендуса. Надеюсь, что тебе удастся сделать это так, как Рэндус не пожелает просто так отдать ее тебе. Но не смотря ни на что, ты должен заполучить Алибарду. Без нее нам не удастся создать посох Ярость. Ну да, мы посох собираем Алибарду сейчас. Одна из ее частей, так сказать. Так, во первых. Ну вот, а нет, 500 золота, 1000 его потом, ну ладно. Ну и потом, потому что 1000 золота у них бы очком порвалось мне давать. Ну и сколько ты там женщин видел? Вывел пять. Пускай и карту там скидится. По двадцатке. Бля, не издевается, что там и где торгаши и сумки. А что там на виске написано? Ну то все старое. Типа VX там, тоже VX. Ну направление, короче, куда ведет. Ну вот, это деревня X там будет торгашь по-любому. Так там закрыт. А вот, туник валяется, кстати. Правда, я сейчас зомби не смогу убивать совсем. Есть только вал. Блядь, а вот макс мне нахуй не нужен, если честно. Они прям стоят на тебя и смотрят, без штанов ты стоишь. Он говорит, я и дуржок-пиржок. Тобой выбрана неправильно. Сымается ебаная броня, блин. Иди нахуй. Ебать ты! Капец, неверно. Ебать ты. Ах ты их так, видимо, это булава отпружинила. Ее особенности, видимо, скелетов. Скелеты взрываются, как в этом, в армии тьмы. О, я его толкнул в лаву. Было охуенно. Все. Касплей терминатор. Причем, анимация забавная была. На нем сначала такой скелет опал. Тут раньше, кстати, секретная стена была. Сейчас ее перейдем. Так, ладно, зомби нахуй. Пробую тоже скинуть одного. Ну, это слишком запарно. Вот так вот. Сейчас он встанет. Просто по время затрат на невыгодно. Проще и вырубить, и побежать дальше. Интересно, какая там анимация будет. Мне кажется, как ума. Блин, он слишком близко ко мне подходит сразу. Ну и ладно. Ты нужен в крепости! Ты нужен в крепости? Мне, блядь, торгаш. А, вот, спасибо. Извини, воин, но сейчас война, грабежи, поборы. Охранники. Ага. Провожать меня собрались. А че-то говорит, что там сто чего-то у тебя там-то стрелы или что-то и нажитки? Да, стрелы, сюрикены и прочее там. Фигня, которую бросать можно. Ты не пользуешься? Да нет. Да нет. На крайний случай оставайтесь. Совсем прижмёт. Че-то там убежали кого-то, завалили и обратно прибежали. А в корсарах кто-нибудь играл тут на стриме там? Нет. Так, леггинсы... Шапочка... Так... Извини, воин, но сейчас война, грабежи, поборы. Попробуй ещё потом этот. Там же, если изучите где-то лупы и на эти грибы навести, может там что-то подробнее будет описывать, что они дают. Сейчас посмотрим. Так... Вес, они свешат гриб, чтобы избавиться от яда. Есть одно... А, ну побочный эффект. Он типа тоже как противоядие, но он с побочным эффектом. С контузией. Так, ну ладно, на сегодня я закончу как раз. Штурмовать эту всю фигню в следующий раз будем.